В 1947 году на Политбюро ЦК ВКПБ обсуждались кандидатуры на Сталинскую премию по литературе. Среди тех, кто претендовал на 100 тысяч рублей, фантастические для этого времени деньги, был Илья Эренбург. Столь высокую награду Эренбург должен был получить за свой роман «Буря», в котором описывалась любовь советского гражданина с француженкой Мадо. Сталин горячо защищал идею автора и право любого человека на любовь без границ. Но не прошло и трех месяцев, как вождь народов издал указ запрещающей браки между советскими гражданами и иностранцами. Даже с гражданами социалистических стран. Этот закон родил немало драм, пишет Илья Эренбург. Дела Сталина так часто расходились с его словами, что теперь я спрашиваю себя, не натолкнул ли его мой роман на издании столь бесчеловечного закона. Пока в стране кипела индустриализация, у нас работало много иностранцев. Их опыт использовали при строительстве новых мощных предприятий. И многие из них нашли в Советском Союзе жен. Вот мама моя говорила мне, что в основном эти иностранцы женились на потрясающих красавицах. Иностранцев тогда немножко жалели. Не повезло ведь человеку. Родился и вырос в капиталистической стране. Но для советских девушек они были прекрасными принцами. Хорошая одежда, изящные манеры, приятный акцент. Женщины и вообще все люди, которые общались с иностранцами, им было очень интересно, что такое западная свобода, что такое западный мир. Они были жадны до полноцветной настоящей реальной жизни. Потому что советская жизнь была очень убогая, была очень серая, однообразной, тусклой. Ничего не было. И никто советских граждан до войны за роман с иностранцем не осуждал. Это было в порядке вещей. Никаких особых правил для заморских принцев не было. Браки заключались легко и просто. По общим для советских граждан правилам. Но новый сталинский закон стал ударом для тех, кто полюбил человека без советского паспорта. Власти не хотели, чтобы из Советского Союза уезжали женщины. Демографическая ситуация после войны была катастрофической. Для начала в 44-м году Сталин подписал указ об упразднении Института установления отцовства. Это значило, что мужчина теперь может безответственно иметь любое количество сексуальных связей. А если у него родится ребенок, то алиментов он платить не должен. Мужчин после войны не хватало. И Сталин решил, что нужно приветствовать рождение детей любой ценой. Пусть они будут небрачными, лишь бы женщины рожали. А мужчинам ничего за это не было. Государство считало, что мужчина по сути своей павиан, и что он использует эту возможность, и что рождаемость подскочит в стране в разы. Этого не произошло, потому что мужчина все-таки не павиан. Да и женщины не стремились воспитывать детей одни. Роль матери-одиночки считалась позорной. Сталин Сталином, а общество, народивших непонятно от кого, смотрело очень косо. Поэтому закон о запрете браков с иностранцами стал последней надеждой Кремля поправить демографическую статистику. Спектакль «Варшавская мелодия» был невероятно популярен в 60-е. Дело происходит в 46-м году. Девушка из Польши, студентка консерватории, полюбила нашего Виктора. Но быть вместе мешает новый сталинский закон. В зале всегда были заплаканные лица. Как же? Мы же любим друг друга. Поскольку теперь за иностранцев выйти замуж нельзя, нельзя и выехать. Заложниками, надо сказать, оказались те советские граждане, которые уже вступили в брак с иностранцами. После смерти Сталина все заложники любви без границ получили свободу и смогли уехать. Они подружились в Киеве, а потом пришла любовь. Теперь Констанц Кристоф Фитти из Гамы и украинка Неонила в дружной семье воспитывает дочурку Ирен. Но это не означало, что новая власть приветствовала романы и браки с иностранцами. Прямого запрета не было, но каждый, кто нашел свою любовь по ту сторону железного занавеса, должен был знать. Родина не оставит его в покое. Подобного рода встречи и знакомства, конечно, контролировались специальными органами. Ну, Комитет государственной безопасности. И разумеется, что чем ближе эти отношения становились, тем больше интерес они вызывали. Истории наших героев – это любовные треугольники. Мужчины, женщины и КГБ. Каких иностранцев видели москвичи в советское время? Малочисленных туристов, которых возили по столице охраняемыми группами. Специалистов, которые приехали помочь построить очередной завод. И студентов. Молодежь из стран, которые выбрали в старшие братья Советский Союз. Эти юноши из стран Азии, Африки и Латинской Америки приехали в Москву пять лет назад учиться в Университете Дружбы Народов имени Патриса Лумуна. Теперь они – выпускники этого первого в мире интернационального университета. Эта история случилась в 1973-м. Студент из Конго полюбил москвичку Свету. И за Свету сразу взялся КГБ. Узнав, что Света собирается замуж, сотрудник КГБ, который все время крутился в университете, сразу вызвал ее на беседу. И открытым текстом предложил сотрудничество на благо Советского Союза. Растеренная девушка собрала все силы и ответила решительным отказом. Сказала, что уедет в Конго, но никогда не будет шпионить за мужем. Она отказалась и рассказала все своему любимому. Они оба жили в общежитии. И тогда этот парень черный пришел в институт и покалечил КГБшника, который ей это предложил. Его посадили. Его посадили, и он покончил самоубийством в тюрьме. И, кстати, эту историю часто рассказывали сами КГБшники, когда пугали девочек, которые хотели выйти замуж и уехать. Нашим людям внушалось. Ничего хорошего из такой любви не выйдет. Или не выпустят с любимым за границу, или не дадут ему жить в Советском Союзе, или предложат шпионить. А ведь не каждый может стучать на близкого человека. Сегодня в университете учатся студенты из ста стран. И в этом тоже знак нашего быстротекущего времени. В МГУ в то время тоже училось много иностранцев. Вели они себя очень скромно. И никто не знал, что рядом за партой сидит, к примеру, дочь заграничного генсека. В 1972 году профессор математики Виктор Маслов вдруг обратил внимание на удивительно красивую студентку. Его поразило все. И фигура, и глаза, и какая-то не наша лучезарная улыбка. Увидел красотку и, как говорится, просто пошел за ней. И она тоже меня заметила и как-то улыбнулась так, как улыбаются иностранцы. Через неделю они уже начали встречаться. И вскоре Виктор Маслов узнал, что влюбился в дочь генсека компартии Вьетнама Лезуана, к тому же бывшую замужем. Партийный государственный работник должен женить или замуж выдавать свою дочь за человека из своего круга. Ее муж был сыном посла. Вьетнамский посол здесь, в Москве был. Товарищ Лезуан от имени Коммунистической партии Вьетнама всего вьетнамского народа выразил глубокую благодарность КПСС, советскому народу за действенную поддержку и помощь. В то время у нас были прекрасные отношения с Демократической Республикой Вьетнам. Хо Ши Мин беспрерывно приезжал в Москву и принимал высоких гостей из Советского Союза в Ханое. Рядом с ним всегда был верный партиец и второй человек в государстве Лезуан. Развод его дочери с мужем из своих и скоропалительный брак с советским профессором стали ударом для всей партийной элиты Вьетнама. Они не могли простить ей и то, что она, условно говоря, предала их, потому что она вышла за человека другого клана, другого рода, как сказать, другого круга. Считалось, что выход замуж за европейца или, как там называют, Леноносова, да, это позор. Вьетнам пережил немало трагедий из-за разных оккупантов. И любые белые люди там считались врагами. Дочь Генсека не могла оставить вьетнамского мужа. Разводы резко осуждались и были во Вьетнамской республике в 70-е огромной редкостью. И вдруг, пожалуйста, вот такая история, и она боролась изо всех сил с этим чувством. Должен сказать, что когда, ну, по моему, как бы, некоторому опыту, что если женщина борется с этим чувством, то оно еще сильнее у нее вырастает. Вот в чем беда. Леву Ань отказалась от семьи, от родины, от всего, что так любила и во что верила. Ее самый серьезный разговор с отцом состоялся, когда она уже родила первого ребенка. Дело было вот здесь, на улице Косыгина, где в одном из закрытых от глаз роскошных особняков гостил в Москве генсекком партии Вьетнама. Сообщение дочери о браке с Масловым привело его в настоящее бешенство. А потом выяснилось, что, ну, что он договорился со своим врачом, что Аню сыпят и на самолете увезут в Вьетнам. Вот когда Аня это узнала, то она уже стала... Она сказала так, да, отец меня любит, это я знаю, но партия для него на первом месте, и это значит, что я погибла. С тех пор их жизнь каждый день была полна тревоги и страхов. Левуань боялась лишний раз выходить из дома. За ними шпионили и наши спецслужбы, и агенты Лизуана. Когда Виктор уходил на работу, он звонил жене по несколько раз на дню. Тень могущественного генсека Вьетнама как будто накрыла их и мешала быть счастливыми. Левуань повторяла, я знаю, он вернет меня домой любой ценой. Мы не расставались совершенно. Вот я говорю, даже за молоком Аня ездила со мной, там, знаете, нужно было молоко там где-то. Вот, но мы совершенно не расставались. Виктор хотел большую семью. И говорил всем, что у него обязательно будет пятеро детей. Хотя друзья считали, что здоровье Левуань для этого слишком слабое. И отговаривали профессора от рождения третьего ребенка. Я говорю, Виктор Павлович, ну зачем гоняться за колитию? Ну подожди ты, елки. Ну нельзя, ты угробишь жену. Ты угробишь жену. Так же нельзя вести себя. Ну посмотри, какая она. Она ходит, откормить ее надо. Пусть она отдохнет немножко. Ну, извините, родилась вторая дочь через короткое время. Через короткое время сын. И началось очень сильное кровотечение, которое уже врачи наши были не в силах остановить. Она умерла от этого. Виктор остался один с тремя детьми. И намрожденного сына его уговорили отдать во Вьетнам. Там была кормилица. И огромный клан Лизуана готовы сделать для этого ребенка все. Договорились, что Антон уезжает к ним на пару лет. Но прошло два года, три, четыре. А вьетнамская родня ребенка возвращать не спешила. А потом вдруг неожиданно привезла в Советский Союз. Я получил сведения от моего вьетнамского знакомого, что там решение забрать всех детей. Я говорю, ну пусть они попробуют забрать. Девочек, это вообще через мой труп. Виктор смог отбиться от клана Лизуана и вырастить детей в России. Но чего это стоило? Он вынужден был скрываться в Белоруссии. К переговорам подключался сам Горбачев. Сейчас его дочери и сын, взрослые успешные люди, все живут в Европе. А могли бы жить во Вьетнаме и лишиться не только матери, но и любящего отца. В Советской школе КГБ была школа ласточек и воронов. Это знаменитая секс-школа, которая существует при любой спецслужбе. Воронами назывались специалисты по любовным связям с мужчинами. А ласточками – профессиональные обольстители женщин. Такие агенты выполняли самые сложные задания, когда требовалось максимальное приближение к телу. Роман с вороном или ласточкой был крючком, который заглатывали добровольно и быстро. Ведь любовь – это страшная сила. Они всегда играют на слабых человеческих струнах. К тому же я бы не сказал, что влечение одного пола к другому – это какая-то слабость. Это вполне естественное человеческое желание, человеческие стремления. И КГБ, конечно, использовал это и в ряду многих других человеческих желаний. В арсенале обольстителей из КГБ были прекрасные конспиративные квартиры, безграничный бюджет на рестораны и дорогие подарки, красивая одежда, а также навыки гипноза и нейролингвистического программирования и продвинутые сексуальные манеры. Все практически агенты, все офицеры разведки, они обязаны были проходить спецкурсы. Спецкурсы по сексуальной терапии, секскурсы, где преподавалась тантра, где преподавалась магия. Это так называемое секс-развлечение, которое офицер обязан был знать. Ведь на тот момент существовали специальные газовые препараты, бризни баллончиком, и вот твой запах, запах тебя уже навеки женщина не забудет. Или мужчина. В Москве только один ЗАГС мог регистрировать браки с гражданами иностранных государств имени Грибоедова. Иностранцы считали, что этот дворец бракосочетания выбрали потому, что он был самым красивым и помпезным. То есть для показухи перед международной общественностью. Ну, это мог быть какой-то другой дворец, но решение было регистрировать только в одном месте. Естественно, чтобы собрать всех иностранцев, все эти международные браки в одном месте. В котором присутствовал постоянный сотрудник Комитета государственной безопасности. И все заявления, которые мы принимали у граждан дальнего зарубежья, как я вам говорю, уже не соцлагеря, мы отдавали ему на проверку. За стеной звучал марш Мендельсона. А сотрудник КГБ с абсолютно холодным сердцем и чистыми руками рушил судьбы влюбленных людей. Разрешение на брак с иностранцем давалось редко. В какой цели человек хочет жениться? В основном, в основном, это агентурные проникновения. Всегда ставишь штамп агентурное проникновение, отказ в браке. Если какие-то интересы КГБ и Советского Союза совпадают с данным браком, то тогда идет наложение зарегистрировать брак. Летом 1977 года в руки сотрудника КГБ в Грибоедовском ЗАГСе попадает заявление гречанки Кристины Анасис и советского гражданина Сергея Каузова. Разрешение на брак дается сразу. Устанавливается минимальный срок до свадьбы всего лишь месяц. Серегу Каузову я знал лично. Он работал тогда во внешнеторговом объединении Совфракт. Это объединение, которое занимается фрахтовкой судов, причем стратегического назначения во всем мире. Сергей Каузов разъезжал по разным странам и фрахтовал иностранные суда для перевозки нашего черного золота. В конце 60-х самая большая супертанкерная флотилия принадлежала греческому миллиардеру Аристотелю Анасису. Она перевозила 80% всей нефти в мире. Советский Союз был заинтересован вот в таких именно судах. Одним из направлений, которым ведал Каузов, была вот именно нефтеналивная флотилия этого Анасиса. На одной из таких встреч Каузов познакомился с дочкой Анасиса, Кристиной. В 74-м Кристина потеряла брата, Александр погиб в авиакатастрофе. А в 75-м не стало и Аристотеля Анасиса. Кристина стала единственной наследницей его миллиардов. К моменту встречи с Сергеем Каузовым за ее плечами были уже два неудачных брака. Она была сказочно богата, но не могла назвать себя счастливой. Кристина Анасис могла полюбить любого, не обращая внимания на национальность, политические взгляды и возраст. В своем выборе мужчин она всегда была абсолютно свободна. Но выбрала невысокого советского гражданина с достаточно заурядной внешностью. Почему? Голову ломал весь мир. Дело в том, что Сергей Каузов был одним из лучших выпускников курсов повышения квалификации при высшей школе КГБ, где его научили, как завоевывать женщин, используя даже тембр голоса. Кристина и Сергей еще до романа всегда много говорили по телефону, обсуждали деловые вопросы по фрахтованию судов. И Кристина позже вспоминала. Голос Каузова оказывал на нее невероятно волнующие действия. Владение сексуальными манерами, именно владение языком, именно такое западное интеллектуальное обладание мужскими качествами привело его к тому, что у него образовалась такая телефонная связь. Дочь Аристотеля Анасиса получит в Советском Союзе, пожалуй, самую большую рану на сердце. Но в начале отношений с Каузовым она верит, что нашла наконец-то настоящую любовь. Хотя окружение пытается внушить ей опасность подобной связи. Многим понятно, что Каузов агент КГБ и за этим романом стоят исключительно интересы Кремля. Естественно, начали возникать всевозможные сплетни, слухи о том, что ни больше, ни меньше Советский Союз при помощи этого брака может чуть ли не взять под контроль всю империю Анасиса. Если там родится мальчик, то тогда, соответственно, по законам это все может перейти, будучи, который станет гражданином Советского Союза, может перейти чуть ли не все состояние Анасиса. Московское бракосочетание Кристины стало всемирной сенсацией. Молодожены не стали устраивать пышных торжеств. Но не смогли обойтись в этот день без истеричной шурихи. Движение было парализовано. Были тысячи, тысячи репортеров со всего мира, которые съехались на этот день, чтобы заснять Каузова и Кристину. Брак продлился всего 16 месяцев. Каждый день она разочаровывалась в муже все больше и больше. Все обольстительные манеры после штампа в паспорте исчезли. Ей говорили, ей советовали не связываться, что тогда очень сильно всполошились американцы. Они поняли, что КГБ сейчас наложат лапу на нефтеналивной танкер. Поняв, что ее используют, Кристина из Москвы уехала. После этого ее мучила тяжелая депрессия. Она еще раз пыталась выйти замуж, но счастья так и не нашла. В 37 лет при невыясненных обстоятельствах она погибла. И многие считают, что здесь снова не обошлось без спецслужб. На этот раз американских. Каковы истинные причины смерти одной из богатейших женщин мира Кристины Анасис, скончавшейся на днях в Аргентине в возрасте 37 лет? А у Каузова все сложилось прекрасно. После развода он получил два танкера и эмигрировал в Англию. Он мог любить и мог не любить. Это уже второй вопрос. Офицер КГБ, он должен быть патриотом своей родины. И любить он должен только Советский Союз, а не женщину иностранного происхождения. Если наша женщина заводила роман с иностранцем, то сотрудники КГБ начинали следить за обоими. И спрятаться от граждан Слубянки было просто невозможно. Первым делом квартира и телефон гражданки ставились на прослушку. Спецтехника для слежения устанавливалась пока женщины не было дома. Подозревая всех иностранных граждан в шпионаже, наши чекисты пытались упредить разглашение государственных тайн, даже если барышня никакого отношения к ним не имела. На улице, в кафе, в кинотеатре, куда бы ни двинулась влюбленная пара, за ней все время тащился хвост. В конце каждого дня сотрудник КГБ писал отчет. Сегодня объекты гуляли на чистых прудах, он угощал ее мороженым, три поцелуя. Наши власти все время пеклись о престиже страны и о том, как выглядит наша рожа по ту сторону железного занавеса. Поэтому относились к каждой международной паре очень серьезно. Эо Киви. Ее называли эстонским секс-символом нашей Бриджит Бордо. Таких красивых блондинок с абсолютно западной внешностью до нее в кино у нас не водилось. На. Это мне? Угу. Ну, я не пью такую гадость. А зачем велелась тюардессе принести? Сначала она вышла замуж за капитана дальнего плавания, обычного советского человека. Родила ребенка, жизнь катилась по простому сценарию, пока Эва не встретила американского певца Дина Рида. Дин Рид был большим товарищем Советского Союза. Убежденный марксист и борец за права несчастных в бедных странах. Он колесил по всему миру с громкими песнями и политическими акциями, но при этом оставался гражданином США. Эва ушла от мужа и после долгих лет романа Дин Рид ей наконец-то сделал предложение. Это был самый счастливый день ее жизни. От каждого иностранного гражданина необходим был набор документов определенный. В первую очередь, естественно, паспорт документ удостоверяющий личность. Во-вторых, это так называемая справка о семейном положении. Документ, который подтверждал семейное положение иностранного гражданина. Состоял ли он в браке, вдовец ли он разведенный или не состоял в браке. И как бы наша власть не любила исполнителя Белла Чао, с Динарида эту справку тоже потребовали. Но для этого ему нужно было поехать в США. В те годы, это 60-е годы, это совсем непростой процесс. Кроме того, у Динарида были большие неприятности в США. То ли он от армии косил, то ли, я не знаю, там что, но он в США не летал. Эва думала, что Дину Риду поверят на слово. Ведь его так любили, приглашали в Кремль, так часто использовали для пропаганды. И он действительно не был женат. но она так и не стала женой любимого мужчины. Наши бюрократы сказали, послушайте, ну пусть он принес, а вдруг он женат. Пусть никто не пошел против наших бюрократов и не сказал, послушайте, мы верим. Нет, КГБшники сказали, вы скажете, мы сделаем, никаких проблем. А что, если он действительно там женат? И американцы, подлецы, мерзавцы, негодяи, они используют этот момент и скажут, вот, в Советском Союзе разрешили двоеженство. Таких сломанных судеб было много. Эва Киви любила Динарида больше всех на свете, но семью с ним создать ей не дали. И он без нее не стал счастливым человеком. Через несколько лет, уже женившись на другой и проживая в ГДР, певец покончил жизнь самоубийством. Наша советская машина ломала и не такое. Мух Тинрит на это пойти, отсидев как дезертир три года в американской тюрьме, но получив эту справку и потом прилететь обратно и жениться на Эва Киви. Теоретически мог. Могла она дождаться его? Могла. Этого не произошло. Почему это не произошло? Сломала ли машина или испугались люди? Правду знает только ветер. В 70-е в Москве появляются заграничные воротилы бизнеса, понимающие, что за железным занавесом при умелом подходе можно сколотить огромное состояние. У нас появляется валютная проституция. Явление до того невиданное. Интердевочки работают в интуристе, космосе и России. Самых больших столичных гостиницах, в которых под присмотр органов селят заграничных гостей. девушки исключительно легкого поведения. Это, кстати, отражено в фильме «Интердевочка» довольно верно. Причем они выходили замуж за... становились принцессами, я бы сказал, маркизами и графинями. Фамилии называть не буду, но все знали, чем занимаются эти девушки в Москве. У иностранцев в Москве просто разбегались глаза от обилия женской красоты. Слово «русское» на Западе в те годы навсегда стало синонимом слово «красивое». Мы сами того не понимаем, в какой потрясающе уникальной стране мы живем. В одном отношении она просто превосходит все страны Европы и, может быть, даже мира. Я, возвращаясь из города Парижа и, попадая на Тверскую улицу, просто хожу с открытым ртом, когда вижу, какие красавицы ходят по нашей столице. Иностранцы – самые желанные посетители престижных ресторанов и любимцы всей московской элиты. Невероятно хитрые и предприимчивые люди, способные вжиться в нашу костную экономическую систему, расположившие к себе все ветви власти и само собой КГБ. Таким был Бабик Серуш. Бабик представлял крупные фирмы западные здесь и действительно, так сказать, вел переговоры на уровне министров, совета министров и так далее, на высочайшем уровне. Занимался внешнеторговыми операциями. Многие наши вещи, которые шли на экспорт, проходили через Серушу. Наша страна экспортирует в огромных количествах не только товары народного потребления, но и оружие. И в гонке вооружений нуждается в более передовом оборудовании и западных технологиях. Но капиталистические страны разумно накладывают на них эмбарго, идет холодная война. И вот Серуш, насколько я понимаю, теперь уже в этом нашей стране помогал. У него были даже связаны с этим какие-то большие неприятности. Но за короткое время он обогатился и стал действительно реальным миллионером. В Москве этот человек считался легендарной личностью. Дорогие вещи, иномарка, карманы, набитые деньгами. Родился он в Иране. Был сыном одного из лидеров иранской компартии Туде. Вырос в специальном детском доме в Иванове, который называли интердомом, где росли дети иностранных коммунистов. Потом был бедным студентом, ничего особенного, пока вдруг бац, не стал сказочно богатым, рассказав всем, что якобы получил огромное наследство от умершего в Иране дяди. У него были очень большие связи, доверительные отношения со многими высокопоставленными людьми. Наталья Петрова, так тогда звали его будущую жену, была выпускницей Московского института иностранных языков и кинозвездой. Сыграла она к моменту знакомства с иранским миллионером лишь в одном фильме, но главную роль. Твоя навеки я, мой милый, мой сокол ясный, мой Руслан. Играла знаменитейший наш фольклорный персонаж и играла очаровательно. С бабиком ее познакомили друзья, и он поразил ее воображение с первой минуты. Посреди серой, обыденной Москвы вдруг появился человек на дорогой машине, одетый с иголочки и ведущий себя, как влюбленный принц из сказки. Я села к нему в машину, мы договорились, как к тому же не помню встретиться, и он сразу меня повез в националь, где он оставил своих партнеров иностранных за ланчем. Поднимаемся мы на второй этаж, там два-три человека немцы, и меня представляет и сажусь за стол, а я говорю по-немецки, он не знал, он думал, что я говорю только по-английски, а я с ними говорю по-немецки, потому что я в школе учила немецкий язык, то есть пошли мне за счет очков этих, знаете, очки, очки. Московские красавицы тогда все учились в вузах или уже имели дипломы, умели поддержать беседу об искусстве и политике. Казалось, что они выросли в семьях аристократов. Это был удивительный фокус советского воспитания, музицирование, изящные манеры, иностранные языки. Поэтому ничего удивительного, что иностранцы попадающие в Москву, они западали на наших русских красавиц и души в них не чаяли. Оставалось только украсить русскую любовь бриллиантами и приодеть. Наталья сразу стала получать от бабика роскошные подарки и получала их потом все годы семейной жизни. Украшения, самая дорогая одежда, первой в Москве спортивной объективной БМВ. Он был человек щедрый. Я не имею в виду деньги, хотя, конечно, деньги тоже очень важны, финансовая щедрость очень важна, особенно в мужчине, просто необходима. Жил на свете человек с древнейшим именем Бабек. Друзьям хорош Бабек Сируш хранить богатство наших душ. Оно ему дороже денег. Так написал о нем близкий друг Владимир Высоцкий. Он действительно умел дружить. Двери его роскошной дачи были открыты для всех в любую минуту. На этой фотографии Александр Стефанович и Алла Пугачева. Не найдя, где отметить свое бракосочетание, они приехали к Сирушу и гуляли здесь до утра. Мы сидим под елкой, уже под утро Алла устала и спит у меня на плече, а мы сидим на стуле. Первую брачную ночь мы провели на стуле, можно сказать. на даче Бабека. Но Бабек стал с этого момента уже другом нашей семьи. Что желаете? Потанцуем? Нет, нет, я не могу, нам не положим. Последний раз. Нет, нет, Наталья после знакомства с Бабиком продолжала сниматься в кино, но уже в эпизодах. Поженились они только через пару лет совместной жизни. Бабек не сразу предложил ей официальную регистрацию отношений. Ему тоже пришлось получить в Иране справку о том, что он холост. стоило это даже такому могущественному и богатому человеку много денег и нервов. Там, где не появлялся Бабек, все девушки, конечно, с горящими глазами смотрели в его сторону, призывно улыбались, там и так далее. Это был свидетель неоднократный. Но при этом Бабек не оставлял Наташу и они прожили всю жизнь вместе. В начале 90-х Бабек понял, все только начинается. Он открыл первый в Москве супермаркет, первую частную стоматологическую клинику, стал спонсором первого конкурса красоты. Но вдруг неожиданно для всех друзей и деловых партнеров умер от менингита. Вирус менингита это страшная вещь, лопаются мелкие сосуды под корень, человек темнеет и кровоизлияние внутреннее и похоже на что-то ужасное. Но многие из его окружения придерживаются версии убийства. Слишком много тайн знал этот человек, слишком много денег помог заработать самым высокопоставленным лицам. 93-й год это разгул криминала, очевидно, ну я так предполагаю, что наверное какие-то люди хотели либо взять под контроль его, либо ввести в свою орбиту. Он как человек независимый от этого отказывался. И в общем вот так все кончилось печально. Иностранцы, приехавшие на заработки в Москву в 90-е уже четко понимали, здесь много денег, но трудно выжить. И сегодня здесь работают либо самые алчные, либо авантюрно настроенные любители адреналина, либо безгранично любящие русских жен. Субтитры сделал DimaTorzok